Но оборот гражданского и служебного оружия, или так называемый законный оборот, это включает как изготовление, продажу, передачу, транспортировку, хранение и ношение огнестрельного оружия, осуществляется в соответствии с федеральным законом 150 ФЗ об оружии, который подразделяет в принципе все оружие на три вида. То есть первое это гражданское оружие, право на хранение и ношение которого имеют граждане. В свою очередь оно подразделяется по предназначению гражданского оружия на охотничье, оружие самообороны, это так называемое газовое травматическое оружие, спортивное оружие, сигнальное, ну и холодное оружие. Служебное оружие, второй вид, это право на хранение и ношение использования имеют юридические лица с особыми уставными задачами, то есть это у нас ходят частные охранные предприятия, ведомственные охранные предприятия, связи, Сбербанки, инкассации, то есть с которыми мы тоже сталкиваемся каждый день ежедневно. И следующий вид, третий вид, это боевое оружие, которое используется военизированными организациями, это Министерство внутренних дел, это естественно Федеральная служба безопасности, Министерство обороны, то есть именно за третьим видом оружия подразделения лицензионно-разрешительной работы контроль не осуществляют, то есть здесь осуществляется на уровне своих ведомств. Ну в соответствии с Федеральным законом об оружии, гражданам разрешается приобретать оружие для целей охоты, занятий спортом и самообороны. Всего в Республике Торстан на сегодняшний день зарегистрировано более 60 тысяч единиц различного оружия. Это охотничьего, в основном более 44 тысяч, нарезного более 3 тысяч, газового почти 7 тысяч единиц и свыше 8 тысяч единиц оружия ограниченного поражения. В обиходе называемого травматическим. Вместе с тем, обладание оружием требует от его владельцев соблюдения определенных правил. Оно должно храниться в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц, особенно детей. Имеются факты, когда дети воспользуются ключами владельцев оружия от сейфов, то есть причиняют себе какие-то телесные повреждения. У нас в Республике таких фактов давно не было, но в принципе по России такие факты есть. Поэтому оружие от сейфов, как правило, должно храниться постоянно у своего владельца, в недоступном месте. Необходимо напомнить, что граждане могут применять зарегистрированные оружия только в исключительных случаях. Это законом об оружии обговорено, то есть это для защиты чести, достоинства, то есть для защиты жизни и здоровья, а также в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. При этом применять оружие в состоянии необходимой обороны не должно причинять вред третьим лицам. К большому, к сожалению, некоторые владельцы оружия пренебрегают этими правами, хотя все они письменно предупреждаются при получении об оружии, об ответственности за его неправомерное применение и использование. Зачастую травматические пистолеты применяются без какого-либо основания из хулиганских пробуждений и нетрезвых состояний. Хотелось бы напомнить, что по каждому такому факту проводится проверка подразделениями лицензионно-разрешительной работы, по результатам которой в отношении виновных принимается предусмотренное законодательство меры в зависимости от тяжести совершенных правонарушений, от административных, вплоть до уголовной ответственности. Ну и, естественно, как разрешение на право хранения и ношения оружия, так и оружие изымается. Также необходимо отметить, что законом запрещено владельцем оружия носить его во время массовых мероприятий, то есть это во время участия в митингах, шествиях, проведения каких-то массовых мероприятий, дня города, чтобы именно не причинить его вред третьим лицам, потому что ситуация может возникнуть различная. Также введена уголовная и административная ответственность за незаконный оборот огнестрельного оружия ограниченного поражения, а также ужесточается уголовная и административная ответственность за незаконный оборот и нарушение правил оборота гражданского оружия. Так введена санкция счастья 4 статьи 222 УК за незаконный сбыт гладкоствольного, травматического, газового и холодного оружия, которые предусмотрены либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы также на срок до 2 лет. И также введена статья 223, вернее, статья 223 дополнена частью 4 по оружию ограниченного поражения и предусматривает за его изготовление наказания исправительными работами на срок до 2 лет, либо также лишением свободы на срок до 2 лет. С учетом повышенной опасности оружия ежегодно владелец проверяется по месту жительства на соблюдении условий хранения, соответствии разрешительных документов, а также личности самого владельца. Владелец обязан предоставлять для проверки хранящегося у него оружия. За нарушение установленных правил хранения, транспортировки и ношения оружия граждане также могут быть привлечены к административной ответственности. Основная задача сотрудников органов внутренних дел – это проверить каждого владельца, наличие у него условий хранения, знания и правил хранения, транспортировки и использования оружия. В 2015 году проведено более 44 тысяч проверок владельцев оружия органами внутренних дел, в ходе которых привлечены были к административной ответственности более 4 тысяч владельцев оружия. За нарушение правил хранения и использования гражданского оружия у них было изъято более 5 тысяч единиц оружия. Только за первый месяц этого года выявлено более 300 таких фактов в сфере оборота оружия. В результате было изъято 293 единицы, привлечено к административной ответственности 307 владельцев. С 1995 года на территории Республики действует постановление Кабинета министров от 5 августа 1995 года номер 545 о мерах по предупреждению незаконного оборота оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ на территории Республики Тарстан. На постоянной основе организована работа по приему от населения незаконно хранящегося предметов вооружения. Широкая разъяснительная работа по всем каналам средств массовой информации среди населения, своевременная выплата причитающегося денежного вознаграждения дает свои положительные результаты. Всего с начала выхода постановления зарегистрировано более 50 тысяч обращений граждан в органы внутренних дел добровольной сдачи оружия. А в качестве денежного вознаграждения за сданное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества выплачено более 20 миллионов рублей с 1995 года. Вот ряд цифр приведу с 1995 года. Что по данному постановлению сделано? Это принято от населения более 30 тысяч единиц различного огнестрельного оружия, более 214 тысяч боеприпасов, 120 килограмм взрывчатых веществ, 26 гранатометов, 8 пулеметов, 600 гранат. Как видите, это арсенал очень большой, которым можно было вооружить целую армию, я думаю. В настоящее время в кабинетах министров утверждены денежные выплаты, которые граждане именно в 2008 году не увеличены. То есть 3 тысячи рублей выплачиваются за сданное нарезное оружие, 2 тысячи рублей за взрывчатые вещества и средства взрывания, это детонаторы, шнуры огнепроводные, 1500 рублей за боевые гранаты с запалом и гладкоствольно-охотничьи огнестрельное оружие, 1000 рублей за обрезы и самодельное огнестрельное оружие, 500 рублей за оружие ограниченного поражения и газовое, и 20 рублей за боевые припасы к огнестрельному оружию. За предоставление достоверной информации о незаконно хранящихся боеприпасах, взрывчатых веществах также предусмотрены выплаты, то есть это 50% от суммы, в отношении которой именно поступила информация. За 12 месяцев 2015 года в органы внутренних дел республики по вопросам добровольной сдачи незаконно хранящихся предметов вооружения обратилось более 3 тысяч граждан, от которых было принято только за год 1782 единицы различного огнестрельного оружия и около 7 тысяч различных боеприпасов. То есть это граждане некоторые отказываются как от своего оружия, которое у них на законных основаниях, так и от найденного оружия, которое у них осталось, от близких каких-то родственников в связи со смертью, также найденного оружия. На учете в органах внутренних дел на сегодняшний день состоит около 47 тысяч владельцев огнестрельного оружия, у которых имеется более 60 тысяч единиц оружия, как я уже отмечал. Только за 2015 год сотрудникам лицензионно-нарошительной работы было рассмотрено более 40 тысяч заявлений и обращений граждан по поводу получения именно лицензии и разрешений. Из них более 20 тысяч было рассмотрено в электронном виде. Проведено 44 тысячи проверок владельцев гражданского оружия. Нельзя не остановиться. Одним из направлений это взаимодействие с частными охранными организациями. Тоже кратко остановлюсь. В 2008 году впервые МВД по республике Тахстан был создан Корректорный совет по взаимодействию с частными охранными структурами в охране общественного порядка и борьбе с преступностью. В настоящее время Корректорный совет возглавляет министр внутренних дел по республике Тахстан Артем Валерьевич Кохорин. Практическая деятельность Корректорного совета повысила уровень и качество работы негосударственного сектора безопасности, способствовала совершению системы видеоконтроля за частной охранной деятельностью и правовой основой деятельности охранных организаций. Основными целями предоставления государственных услуг в электронном виде являются это снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных муниципальных услуг, упрощение процедуры предоставления государственных услуг и сокращение сроков их оказывания, внедрение единых стандартов обслуживания граждан, сокращение времени оказания государственных услуг. В настоящее время свои государственные услуги в электронном виде перевели и оказывают 86 министерств и ведомств Российской Федерации. В структуре МВД России государственные услуги оказывают, помимо лицензионно-разышительной работы, это ГИБДД и информационный центр. В МВД по Республике Тарстан центр лицензионно-разышительной работы оказывает 26 государственных услуг в сфере оборота гражданского оружия и частной детективной охраны деятельности. 26 государственных услуг в настоящее время переведены в электронный вид и получить их можно на государственном портале www.gosuslugi.ru. Из них 4 в сфере частной охраны и детективной деятельности и 22 по гражданскому оружию. Основные модели, образцы, видов, типов оружия, которые на сегодняшний день на территории Российской Федерации разрешены. Для получения определенного вида оружия используются определенные лицензии. В данном случае вот такая синяя лицензия выдается гражданам для приобретения огнестрельного оружия ограниченного поражения. В простонародье называется травматика. Основной пистолет Макарова, образец. Травматическое оружие ОСА, 4-х зарядное. И револьверные системы пистолетов, 6,8 зарядных. Вот такие патроны используются для глубокосвольного оружия. Это либо дробовый, дробовой, да, либо тоже пуля. Смотря для чего используются. Оружие глубокосвольное. Для получения уже огнестрельного оружия с нарезным стволом, тут дополнительные условия требуется. Наличие обязательного стажа владения глубокосвольным оружием. То есть непрерывно на момент подачи заявления на огнестрельное оружие с нарезным стволом владение глубокосвольным оружием должно составлять не менее 5 лет. Наличие в собственности. Не то, что общий стаж, а именно на момент получения лицензии на нарезной стаж владения глубокосвольным 5 лет. То есть, в принципе, нарезное оружие. Это достаточно популярное оружие для охотников ОПСХС. Это еще образцы 50-х, 60-х годов. Было боевым. Сейчас его огражданили. То есть, для того, чтобы стать гражданским оружием, внутри ствола находится штифт специальный, который делает специальную отметку на пули непосредственно вылетающих ствола. Для того, чтобы провести легкие криминалистические исследования этого патрона. Для оружия с нарезным стволом используется вот такая красная лицензия уже. И получаете вот такое разрешение сроком действия на 5 лет. Сюда приклеиваются еще фотографии, печать, фамилии, имя, отчество. С обратной стороны пишется. Хороший номер, модель, калибр. Руководитель подписывает. Срок действия 5 лет такого разрешения. Также на территории Российской Федерации в обиходе очень много моделей, так называемой ММГ, существует. Это модель массогабаритная. Продается в любых магазинах и не требует никакой лицензии ни в органы внутренних дел, ни везде. Вот, допустим, образец. Пистолет, пулемет, шпатин, ППШ. Образца 41 года. Бывшая боевая модель огражданина. Либо ствол заварен, либо вот на этой модели ППС ствол полностью высверлен. Также внутри изменены детали для невозможности либо вставить патрон, либо провести листов. Оношение с пользой может высыматься. Если он где-то, то есть осужден или привлекает уголовное ответственность. И не в шоку, он нам нужно в полиции проверить. Проверить, если вы по месту его несения службы. Это организованная система. Вам попадут, нет вопроса необходимы. Это система антикутерной Российской Федерации. Естественно, в данном кодексе вообще не будет усмотрено как будто в частном охранном организации. Это не перейдет. И в частном детективе, я думаю, это точно так же. Так, хранение и ношение данного оружия. То есть здесь это понятно. Но в последнее время, в принципе, здесь я не имею в виду. Но такая информация о том, что оружие появилось сейчас, этим вопросом они занимаются. В продолжении. Вот, допустим, вообще... Если вы хотите, поясните, а поэтому, может быть, не совсем понятно это сказал. Значит, естественно, частная охрана организация получила оружие. Для этого есть определенные требования. А привлечение к административной, уголовной ответственности. То есть в третьих, значит, давал, может быть, вопрос по контролю за частными. Да, да, да. Продолжение следует...